Давайте посмотрим некоторые фрагменты матча Максима с защитником Артуром Абусевым. Видим, сейчас Артур докручивает мяч в левую сторону. Но и не получается докрутить. Попадает полком в ракетку. Еще становится 3-2 в первом сете. Так, 3-3. Попадает Артур. Издали пилит. И Максима попадает на такую пилу. Не может поднять мяч второй. С чем это связано? Может быть, стоило бы выпрыгнуть вместе с ударом. А тут Артур захватывает инициативу. Посмотрите, какой блок сделал хороший. И со всей силы в центр завершает очко в свою пользу. 5-3. 7-7 первый сет. Артур подает из центра. Давайте посмотрим сейчас вот. Максим, посмотрите, сколько вращение дает. У меня сейчас прокручивается. Конечно, на пользу Артуру. Потому что Артур играет длинным шипом фейнтлок 3 на губке 0,5. И вот так вот, если много даешь вращение защитнику, то он много возвращает. И еще Артур так хорошо добавляет. Потому что фейнтлок 3, он цеплющий шип. И Артур получается много добавить обратного вращения. Немножко повезло сейчас Максиму. Красивая игра, связанная с тем, что у Максима нет такого входа сильного. Все прокручивает. И у Артура есть время вернуть мяч на стол. И нет, скажем, очков, где бы Максим выиграл без длинного розыгрыша. Если выигрывает, то вот такой вот длинный розыгрыш. Трудовое очко. Сейчас становится 10-10. 12-11. Сетбол у Артура. Играет шипами. Не оценил. Вернее, переоценил, сколько придет нижнее вращение от Артура. Максим играет топ спином за стол. И Артур провел 1-0 по сету. 0-0. Второй сет. Подрезает сильно. И здесь перекручивает. Смотрите, как Артур здорово перекручивает. С шагом. Хорошая растяжка у Артура. С шагом перекручивает. 1-0 по сетам и 7-5. Впереди Артур. Видим подачу слева из центра. Недалеко Артур возвращается. Посмотрите, да? Каждый зал может позволить такое пространство игровое. Прямо попадает в белую линию Артур. Несколько раз подрезка справа. Здесь Максим усилял заходы. Ошибается. 8-5. Брал даже тайм-аут. Артур. Потому что очень много вел. 9-6 вел, по-моему. Сейчас 10-9 уже впереди Максим. Максим стал делать надежно. Почти без вращения некоторые топ спины. И поэтому Артур, мне кажется, ошибся. 11-9. Еще становится 1-1 по партиям. 4-2. И 1-1 по партиям. 4-2 впереди Максим. Видим, Максим захватит инициативу. Артур контратакует. Собирает инициативу в свои руки. И пытается докрутить через влево. Максим хорошо обороняется. Пытался опять Артур вправо сыграть остро. Ошибается. 5-2. 9-8. Впереди Максим. Высокий подброс. Собирает инициативу сразу. И видим, начинает играть через справа. А тут уже Артур контратакует. Справа несколько ходов делает. Потом опять Максим вращает. И вот тут уже устал, мне кажется. На фоне усталости. Не поднимает. И череда топ спин. 9-9. 11-11. При 1-1. Крутит опять Максим. Много крутит. И посмотрите, сейчас Максим показалось, что мяч коснулся футболки у Артура. Артур сыграл вот так вот. Коснулся футболки. И смотрите, ребята, не останавливайтесь. Только сейчас Артур остановился. Потому что судя не среагировали. И вот что делать, когда... То есть остановиться не надо. Лучше доиграть очко, потом уже спорить. Но вот Максим отвлекся. Потом Артур отвлекся. И потом они начали просто мяч перекидывать. И в итоге Артур согласился. И Максим зарабатывает сетбол. Но спорный момент. Вот я вот смотрел несколько раз. Я не увидел там футболки. На самом деле. Вот сейчас Артур выиграет очко. Сравнивает счет. Сетбол у Максима. И вот так вот выигрывает очко. Повезло. 2-1 впереди Максим. 5-2 впереди Артур. Максим подает длинную плоскую подачу на шипы. Опять вкручивает. Артур перекручивает. Тут достает. Подрезает. С боковращением докручивает Максим. И вот здесь соскакивает мяч у Артура. 5-3. А мы смотрим с вами решающую партию. Я хочу поговорить вот о том. Скажем. Артур постоянно дает инициативу. Сейчас мы видим. Максим ошибся. Потому что Артур сыграл гладкой стороной. У него красная сторона гладкая. Он переломил ракетку. Подрезал гладкой стороной. И Максим это не увидел. Опять то же самое делает сейчас Артур. И выиграть очко нет. Потому что Максим уже испытал много сложностей в начале розыгрыша. Смотрите, Артур сколько запила дает. Нижний вращень. Ну вот. И Артур не захватывает инициативу никогда. Не на своих подачах, не на подачах соперника. И это очень упрощает жизнь нападающим. Потому что не тратит лишнюю энергию, лишнюю силу нападающим на то, чтобы разыграть, забрать инициативу и начать нападать. И вот это вот, скажем, облегчает жизни. Вот сейчас вот мы смотрим, как выступает Филус. Филус, скажем, является таким нападающим, защитником, который много нападает. Но не так много, как, скажем, это делает Гионис или это делает Ванг Си. И мы видим, сколько Филус испытывает проблем в немецком чемпионате. Очень сложно приходится. Я уже не говорю про тех защитников, которых, ну, раньше вот их можно было видеть. Которые даже вот... Кто вот у нас? Марамутца, да? Правда, он сейчас играет в основном в Японии. Но вот он, скажем, когда вот был старый мяч, он был более заметен. Как вот, да, вот ступал и так далее. А сейчас он не проходит в японскую сито отбора на протуры и так далее. Вот. И вот хотел бы об этом сказать, что вот, в принципе, нужно защитнику захватывать инициативу с самого начала. Понятно, что красиво играем, да, то есть защищаемся и так далее. Но вот нападающий стоит как на тренировке. И сразу там одним элементом играет. Приходится защитнику бегать туда-обратно. Где-то перехватывать справа инициативу, перекручивать. Но вот сложно, сложно приходится. И вот сейчас сколько ходов пропустил Максим. Вернее, Артур. Максим оставил коротко-коротко. И тут можно было Артуру подбежать и сделать. Но вот мы видим, что просто сил не хватает. Сейчас Максиму, да, берет он такую паузу. Вытирается долго полотенце. Но вот сил не хватает. Может в пятом сете есть смысл защищаться только, да. То есть вот этот момент такой. Но, как правило, это не приходит, не приводит ни к чему хорошему. То есть это только если совсем нападающий устал. Бывает такой устал совсем. Тогда может быть просто защищаться. Ты вот сможешь там выиграть. Но как правило, если там играется одна игра в день, или там на начало турнира и так далее. То есть нападающий может быть свежий. И он, наоборот, может привыкнуть к шипам. Ему будет уже легко играть по шипам. Вот. Сейчас мы видим 4-3 впереди Максим. Вот сейчас вот, да. Смотрите, несложный был мяч, казалось бы, для Максима. Но атака защитника, она сама по себе сложная. Сейчас не хватило вращения, допустим, на топ-спине Артура. Да, для Максима. Максим на блоке ошибается. Потому что Артур дал мало вращения. Потому что топ-спин-защитник, он все время либо избыточное это вращение, либо мало, как правило. Вот сейчас очень много дал нижнее вращение. Артур выигрывает 5-4. Выигрывает очко. 5-4 становится счет. Тайм-аут берет сейчас у нас Максим. Видимо, чтобы отдохнуть редко, берут тайм-аут после перехода. Потому что сам переход, он и так есть время подумать. Походить там и так далее. Это говорит о том, что не уверен в себе. То есть хочется отдохнуть побольше. И мы видим, что да, сила уже оставили Максима. Потому что вот он вращал 5 сетов. Сильно прокручивает мяч. Дает много вращения на шипы. И дальше уже Артуру легко подрезать. Допустим, потому что много вращения приходит. Вот. И вот сейчас, может сказать, даже топ спины стали не такие острые у Максима. И вот он переводит игру на подставки. Просто мяч возвращает. Мы не видели, вот скажем, в этом матче, чтобы Максим выиграл легко очко. Все вот через такой длинный розыгрыш. И пытался сейчас центр сыграть, ошибается. 7-4 ведет Артур. Артур, можно сказать, свою линию гнул от защиты. Но хоть я и говорю, что это там тяжело. Да, это так играть. Но вот когда нету нападающего длины быстрого хода, где он может быстро набрать очки, может быть, это имеет смысл. Так-так играть. Но я думаю, что это все равно такая вот история. Хватит сил, не хватит сил. Все равно это зависит больше от нападающих. Потому что вот все-таки, когда ты перехватываешь, как сейчас Артур перехватывает, вот так буду каждый очко отыграть. И уже вот Максим со своей толк спины уже резко не будет выходить. После нескольких атак. Потому что на блоке ты тратишь много усилий. Подставить несколько раз мяч. А потом уже нападающий не будет так остро атаковать. В каком случае. Вот поэтому сейчас повезло, правда, Артуру. Мяч попал в сетку и на стол. 8-4 становится счет. Поэтому я за то, чтобы защитник нападал. Причем можно с шипами. Тем более Артур шипы такие, они мяч сцепляют. И вот этот мяч даже может толкнуть туда. И уже будет для нападающих какой-то нестандартный мяч, который он будет играть через паузу. Ну а Максим у нас стоит подумать, как играть с защитником. Потому что в немецкой лиге есть, я сказал, и Ван Кси, и Филус. А вот так вот вращая, они будут искать для хода справа. Там перекрутка, конечно, очень серьезная. И вот так вот просто, вот так выкидывая. Нет, конечно. Но это тоже, игра по защите, это такая тренировка. Необходимо обязательно в клубе иметь защитник, который, с которым можно будет тренироваться, упражнения делать, играть на счет. Обязательно. То есть это обязательно должен быть в каждом клубе защитник. Как тренажер некий, да. Вот сейчас Максим сделал то, что не на прокрутку мы видели, а поддавил мяч. Правда, это ему не получилось выиграть очко. Но вот уже было хоть маленькое разнообразие. Не просто вверх выкручивал, да, а поддавил мяч. И вот такой был более плоский том спин. 10-5. 5 матчболов у Артура. С какой силой сделал сейчас Максим. 10-6. Вот такие вот, конечно, в один ход, если бы он играл весь матч, да. Хотя бы по 4 очка за сет, то тогда бы Артуру было еще сложнее. Потому что были-то мячи, да. Артур сразу раз отдает инициативу. Делай. Можно делать посильнее. Да, закончилась сила Максима. Но Артур дотерпел. Было красивых много розыгрышей в этом матче. Посмотрели мы такую встречу. Сначала посмотрели финал, да. Где Максим дал бой, мог выиграть у Александра Шибаева. И вот посмотрели защитную встречу против защитников Максима, против Артура Абусева. С вами был Валерий Заненко. Подписывайтесь на канал по физподготовке. Будем вместе готовиться. И также на этот канал. Пишите в комментариях, что вы думаете про эти встречи. До новых встреч. Счастливо. Пока.